ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На сцене покажет свое мастерство и научит гостям мероприятия воспроизведению музыкальных ритмов Пермская школа битбокса. Увлекающимся созданием уникальных композиций из различных жанров будет интересно посетить лекцию о виниловых пластинках и способах сведения их в новый трек. Мастер-классы по созданию объемных фигур из бумаги, компьютерные гиф-анимации и скетчингу погрузят в творческий процесс, результат которого останется с вами. Каждый желающий сможет потренироваться наносить надписи в граффити-технике. Молодые фотографы смогут обсудить имеющиеся работы с профессионалом в этой области и получить рекомендации по усовершенствованию своего мастерства. Для этого необходимо принести свою работу в распечатанном виде на площадку к шатру «Фотосушка». Свои возможности продемонстрируют дети из Федерации скейтбординга «Пернин». Каждый владелец скейтборда может поучаствовать в мастер-классах по отработке спортивных элементов. А детей от 8 и до 12 лет ждет увлекательное путешествие в мир физики, где они наглядно познакомятся с законами природных явлений. 23 июня приглашаем жителей и гостей города присоединиться к фотопрогулке по Чусовому. Параллельно с фотопрогулкой Чусовская школа граффити будет оформлять куб в новом молодежном сквере, который станет арт-объектом, установленным в честь 140-летия Чусовского металлургического завода. Завершать фестиваль будет необычный формат дискотеки. Музыка будет звучать у танцующих в наушниках, не нарушая природного спокойствия сквера. Приходите, будет интересно, фестиваль молодежных культур. Да, давай! В эти же выходные, 23 июня, в Архитектурно-этнографическом музее Хохлака состоится эко-пикник, медленный фестиваль с озерцанием природы и знакомства с экотехнологиями прошлого и будущего. Мероприятие будет интересно как участникам эко-сообществ, так и просто всем, кто любит и ценит природу. Отметим, эко-пикник проводится в рамках фестиваля «Пирамский период. Новое время». Акубаха приглашает 29 июня на торжественное открытие фестиваля «Тайны горы Крестовой». Проект заката на Крестовой. Старт мероприятия в 20.30. Программа же 8-го театрального ландшафтного фестиваля «Тайны горы Крестовой» обширна и продлится до 7 июля. А с 29 июня по 6 июля в Кунгури состоится 18-й международный фестиваль воздухоплавания «Небесная ярмарка». В этом году зрители и участников ждут обновленные воздушные баталии, шоу сверхлегкой авиации с парашютистами и ежедневное театральное представление. Поскольку нынешняя «Небесная ярмарка» посвящена Году театра в России, каждый батальный день будет завершаться театрализованная церемония награждения участников. Закрытие фестиваля состоится 6 июля. Как сообщают организаторы, «Небесная ярмарка» завершится выступлением поп-группы «Братья Гримм» и традиционным «Тантем слонов». Более 200 мест – психиатрическое и наркологическое отделение. Коллектив более 150 человек. Обслуживание Березовского, Лысинского, Чусовского и Горнозаводского районов. В двух словах о Лысинском психоневрологическом диспансере. Он был образован в 2005 году на базе наркологического диспансера с учетом присоединения трех психиатрических служб. И вот на тот момент было целесообразно, и я считаю, до сих пор это правильное решение, что всю психиатрическую службу объединили под одной крышей. И вот с того времени существует психоневрологический диспансер в таком виде, который сейчас. Сейчас же грядет более масштабное объединение. 28 мая на общем собрании коллективу озвучено. Шесть учреждений Чайковского, Чернушки, Губахи, Березняков в Пермской больнице и Лысвы будут представлять единую медицинскую организацию – Краевая клиническая психиатрическая больница. Сказали, что уже в ближайшее время, буквально в начале июня, возможно, там будет какой-то приказ уже об этом. А сам процесс якобы где-то с начала октября начнется. То есть при объединении таких, при оптимизации, при слиянии происходит, как правило, это сокращение штата, то есть это управленческие, это и бухгалтерия, это все прочие сокращаются. Это, значит, снижение идет Курковичного фонда, это снижение заработной платы. Обеспокоенный коллектив не стал ждать официального решения. Открытое письмо с просьбой о помощи и привлечении внимания облетело весь Пермский край и не только. Мы обратились к депутатам нашего города, обрастились в Министерство Пермского края, написали министру здравоохранения Российской Федерации, президенту Путину Владимиру Владимировичу. Более двух тысяч подписей поставили и лысвинцы. Мы написали коллективную жалобу от общественных организаций и от жителей города с подписями жителей города. Почему мы встали в поддержку психоневрологического диспансера, потому что организации, которую представляю я, это дети-инвалиды, они мы непосредственно связаны с этой организацией, да, и мы все знаем, что оптимизация ни к чему хорошему не приводит. Мы, естественно, против вот этого всего. Также мы отстаивали больницы, когда хотели объединить поликлиники и детский стационар хотели перевести во взрослый стационар. С помощью общественников и жителей города Лысва мы отстояли. Я надеюсь, что здесь мы тоже все вместе отстоим, да, психиатрические больницы. Ближайшая же инстанция Краевого министерства здравоохранения на письмо сотрудников психоневрологического диспансера ответ разместила также на просторах интернета. Цитата. «Скажу сразу, страхи и опасения коллег понятны и возникли от недостатка информации и непонимания, как будет выстроена работа в дальнейшем. Не буду лукавить, но считаю, что это недоработка как Минздрава, так и руководителя учреждения. Слияние не означает сокращение медицинского персонала, сокращение уровня заработной платы, ухудшение условий труда для коллектива. Министерство открыто к диалогу. С коллегами договорились встретиться через две недели с конкретным фактажом и наглядно показать, что и как будет происходить». Личная встреча министра здравоохранения с коллективом произошла 3 июня, но конкретики не было, утверждают сотрудники диспансера. Следующая отчетная дата – 17 июня. Также тишина. Объединение пока лишь на словах и страхе медработников от предстоящей реорганизации. «Пришла из больницы, которая находится в Байболовке Пермского района. И было уже такое в моей жизни оптимизация присоединения к Пермской областной больнице. То есть действительно на опыте видно было, что сокращение штата, конечно же. Во-первых, тоже была своя больница, своя бухгалтерия, своей жизнью жили. И все у нас было в общем-то ничего. И в общем-то хорошо. А здесь тем более. Здесь главный врач очень хороший хозяйственник, хороший администратор, хороший руководитель. То есть хотелось бы, конечно, сохранить все в первозданном виде». Круглосуточный прием пациентов в психотических состояниях и общественно опасных состояниях работа 24 часа в сутки. Здесь работа налажена как часовой механизм и большое внимание уделяется реабилитации пациентов. «У некоторых есть тремор от лекарств, и они легкого мяча не чувствуют. Поэтому мы занимаемся утяжеленными мячами. Им очень нравится. Каждый день у нас разные занятия. Например, в понедельник мячами, по вторникам у нас пальчиковая гимнастика, и мы занимаемся палочками». В среду на стульях разминка ног, в четверг упражнение на шведской стенке. К тому же на дневной стационар сюда приходят и дети. Различные занятия проходят уже в игровой форме. У кого есть отставание в речи, и люди с ограниченными возможностями здоровья. «Помещение небольшое, и вмещает всего 9 человек за столом. Поэтому их даже больше, желающих больше. Потому что они выходят в вкус, им очень нравится. У нас 4 группы. Получается, мы ставку 4 группы. Рисуют, делают аппликации, лепят из пластилина. Также разговаривают о чувствах, учатся их выражать и применять в жизни. Сотрудники психдиспансера делают все возможное, чтобы человек не был оторван от мира после прохождения лечения. «Здесь мы с пациентами занимаемся развитием когнитивной сферы, то есть память, внимание, мышление. Учимся саморегуляции, учимся расслабляться, контролировать свои эмоции». «Я-то переживаю в том плане, что мне нечем будет работать. И как в других учреждениях покупайте за свой счет, ну, не хотелось бы, естественно. Еще зависит от того, какая зарплата же будет. Сейчас нас вообще, Юрий Валерьевич, полностью обеспечивает во всем объеме. То есть мы мало того, что проводим же еще праздники для больных». Отложенная работа амбулаторной и стационарной службы лечения и реабилитации. Сейчас в Лысинском психоневрологическом диспансере неспокойно. Персонал в ожидании чего-то нового. А неизвестность, как правило, пугает. Статистика же неумолима. Объединенные организации теряют кадры. Екатерина Главетинская, Степан Ворончихин, Алексей Рудометов. Новости Крит. На сегодня это все новости. Я прощаюсь с вами до завтра. Завтра будет итоговый выпуск. Не пропустите. Всего вам доброго и до свидания. В эти выходные в городе Часовой пройдет фестиваль молодежных культур «Да, давай». 22 июня в программе фестиваля будут представлены музыкальные и танцевальные направления. Академия танца «Аэдэнс» проведет занятия в стилях хип-хоп, брейк, джаз-фанк. На сцене покажет свое мастерство и научит гостей мероприятия воспроизведению музыкальных ритмов «Фермская школа битбокса». Увлекающимся созданием уникальных композиций из различных жанров будет интересно посетить лекцию о виниловых пластинках и способах сведения их в новый трек. Мастер-классы по созданию объемных фигур из бумаги, компьютерной гип-анимации и скетчингу погрузят в творческий процесс, результат которого останется с вами. Каждый желающий сможет потренироваться наносить надписи в граффити технике. Молодые фотографы смогут обсудить имеющиеся работы с профессионалом в этой области и получить рекомендации по усовершенствованию своего мастерства. Для этого необходимо принести свою работу в распечатанном виде на площадку «Шатру фотосушка». Свои возможности продемонстрируют дети из Федерации скейтбординга «Пермин». Каждый владелец скейтборда может поучаствовать в мастер-классе по отработке спортивных элементов. А детей от 8 и до 12 лет ждет увлекательное путешествие в мир физики, где они наглядно познакомятся с законами природных явлений. 23 июня приглашаем жителей и гостей города присоединиться к фотопрогулке по-часовому. Параллельно с фотопрогулкой Чусовская школа граффити будет оформлять куб в новом молодежном сквере, который станет арт-объектом, установленным в честь 140-летия Чусовского металлургического завода. Завершать фестиваль будет необычный формат дискотеки. Музыка будет звучать у танцующих в наушниках, не нарушая природного спокойствия с герой. Проходите, будет интересно. Фестиваль молодежных культур «Да, давай». Требуются водители-экспедиторы категории «Е». Заработная плата от 79 тысяч рублей. Телефон для связи 8-919-367-57-66. Мы ценим наших клиентов и делаем для них только лучшее. Поэтому мы спросили у них, что они еще хотят, кроме нашего быстрого интернета. Нормальчики. 8. Драма. Я бы хоть что-нибудь посмотрел. Смотрите ТВ-каналы, новинки кино и сериалов, где угодно с сервисом ВИНК. А кроме развлечений... Хочу, чтобы Саша сдал ЕГЭ по-английскому. Yes, mother. Занимайтесь удаленно с преподавателями из ведущих вузов в онлайн-сервисе лицей. А чего бы хотели вы? Хочу понять, как. Контролируйте происходящее дома с услугой видеонаблюдения. Мы любим наших клиентов и предлагаем им цифровые сервисы от 199 рублей в месяц. Ростелеком. Добро пожаловать в семью. Ростелеком. Добро пожаловать в семью. Торговый центр «Сатурн» Бутик-240. Чусовской металлургический завод приглашает на работу водителя-электропогрузчика 4-го разряда. Основные требования. Водительское удостоверение водитель-электропогрузчика. Опыт работы по профессии. Предприятие гарантирует официальное трудоустройство, достойную оплату труда, социальный пакет. Обращаться в отдел кадров. Улица Трудовая, 13, кабинеты 103 и 104. Телефоны для справок 645 57 и 647 91. На телеканале Крита открыта вакансия на должность главного редактора. Требования. Опыт работы на телевидении обязателен. Высшее образование. Знания закона о СМИ. Грамотная устная и письменная речь. Обязанности. Координирование работы редакции. Составление эфирной верстки. Написание текстов. Подготовка материалов в эфир. Резюме высылать по адресу криттв.собака.майл.ру Время новостей на телеканале Крит. Здравствуйте. В студии Екатерина Головетинская. Я рада вас приветствовать. И мы начинаем. С 1 июля текущего года ожидается новое повышение тарифов ЖКХ. В прошлый раз тарифы были повышены 1 января 2019-го. И вот через полгода новая волна повышений. Если в январе тарифы повысились равномерно по всей стране на 1,7% во всех регионах, то с 1 июля индекс повышения по стране будет иметь разные показатели. Наибольший процент повышения тарифов ожидает в Москве 6,6% за текущий год. В регионах же ситуация будет различной. По уверению правительства, подобные меры приняты для того, чтобы индексация платежей за коммунальные услуги не превысила обычный уровень. Даже несмотря на повышение ставки НДС. Чтобы уменьшить нагрузку для населения, повышение тарифов будет проводиться поэтапно. Двухэтапное повышение тарифов в стране применяется впервые. Однако, если на первом этапе повышение проводилось по общей процентной ставке, то второй этап для каждого региона будет различным. При этом для каждого региона в постановлении определена максимальная ставка повышения тарифов на услуги ЖКХ, которая не может быть превышена. Исполнение этого требования будет контролироваться специальными органами. Кадровый резерв. В настоящее время интерес к кадровому резерву возобновился в связи с ожесточившейся конкурентной борьбой за квалифицированный персонал. На чем же также есть свой резерв. На последние встречи побывала и наша съемочная группа. Возможность карьерного роста как по вертикали, так и по горизонтали. Мотивация для дальнейшего продвижения. Все это о кадровом резерве. Сегодня встреча не как таковое обучение, познание себя и своих возможностей. Вы покажете в этих упражнениях свое реальное рабочее управленческое поведение. Вы знаете, что у нас разработаны 23 ценности компании. Так вот, управленческие компетенции, которые легли в основу подбора, оценки, развития, и являются как первой нашего сегодняшнего мероприятия. Мини-интервью, тесты на стрессоустойчивость и мотивацию, различные упражнения на выявление выраженных компетенций. Вторая группа сегодня, всего же их три, проведет не только время с пользой, но и активно включится в создание сценария к одному металлургов. Одно из заданий – планирование. Другое же – четкое построение задачи. Поставьте мне задачу, исходя из технологии СМАР. Хорошо. Завтра, завтра конкретно, нужно мне приобрести автомобиль за 400 миллионов долларов. Вот. Это нереалистично уже. И доложить о выполнении. Так. Нереалистично. То есть упущен один момент. Новый подход к кадровому резерву. Те, кто состоят больше года, фактически подготовленные кадры. Ведь они уже прошли и школу производственной системы, и тренинги по командообразованию. И зачастую остаются на замещении своих руководителей. Кадровый резерв – это одна из целевых групп ОНК. Это группа специально отобранных и подготовленных кандидатов для планомерного замещения всех управленческих должностей. Для кадрового резерва предусмотрено не только движение по вертикали, то есть занятие вышестоящих должностей, но и по горизонтали. То есть они могут занимать должность в смешных функционалах. Сегодня в резерве более ста человек. Каждый пройдет курс Центра оценки и развития. И, возможно, сегодня здесь присутствуют будущие руководители подразделений ЧМЗ. Екатерина Главитинская, Алексей Казаковцев, Алексей Рудометов. Новости Крит. Медики призывают пермяков с осторожностью относиться и обходить стороной. Это ядовитое растение. Борщевик становится настоящим бичом всех дачников в летний период. На вид красивое растение быстро разрастается, а при попадании на кожу вызывает страшные ожоги и волдыри. Пермские медики предупреждают о тихом развитии последствия ожога. В соке перчевика содержатся потенциальные токсичные вещества, которые резко повышают чувствительность кожи к излучению. Поэтому при попадании сока на кожу возникают так называемые ожоги. При глубине равны термическим первой, второй и третьей степени. Они появляются не сразу, через несколько часов или дней. Кроме того, само прикосновение к растению безболезненно предупреждают медики. Сейчас небольшой обзор ближайших мероприятий, которые пройдут в Пермском крае в июне. Спланируйте выходные заранее, будет много интересного. В эти выходные в городе Часовой пройдет фестиваль молодежных культур «Да, давай». 22 июня в программе фестиваля будут представлены музыкальные и танцевальные направления. Академия танца «Аэдэнс» проведет занятия в стилях хип-хоп, брейк, джаз-фанк. На сцене покажет свое мастерство и научит гостей мероприятия воспроизведению музыкальных ритмов Пермская школа битбокса. Увлекающимся созданием уникальных композиций из различных жанров будет интересно посетить лекцию о виниловых пластинках и способах сведения их в новый трек. Мастер-классы по созданию объемных фигур из бумаги, компьютерные гиф-анимации и скетчингу погрузят в творческий процесс, результат которого останется с вами. Каждый желающий сможет потренироваться, наносить надписи в граффити технике. Молодые фотографы смогут обсудить имеющиеся работы с профессионалом в этой области и получить рекомендации по усовершенствованию своего мастерства. Для этого необходимо принести свою работу в распечатанном виде на площадку к шатру «Фотосушка». Свои возможности продемонстрируют дети из Федерации скейтбординга «Пернин». Каждый владелец скейтборда может поучаствовать в мастер-классах по отработке спортивных элементов. А детей от 8 и до 12 лет ждет увлекательное путешествие в мир физики, где они наглядно познакомятся с законами природных явлений.